это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня актуальные темы парковки сократят вдвое а запись к врачу систематизирует выстрел из 90-х рязанские следователи закрыли гештальт по циничному убийству в офисе любовь во всем в рязани стартовал фестиваль свидания на театральной правительство россии утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024 28 годы опубликован соответствующий документ кабмина любопытно что в первом полугодии 24 года повышать тарифы власти не будут а вот с июля для каждого из регионов установлен средний индекс он будет не везде одинаков например в москве 11 процентов санкт-петербурге 98 в рязанской области 96 это средний показатель по стране в управлении федеральной антимонопольной службы назвали это распоряжение дополнительной мерой контроля за тарифами при этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан например получение субсидий на оплату коммунальных услуг для семей в доходах которых коммунальные платежи превышает определенную долю уточнили ведомстве ржд в рекордные сроки восстановила движение по поврежденной ветки мы же примем дополнительные меры безопасности на объектах так сегодня прокомментировал подрыв железной дороги на переезде рыбный блокпост губернатор павел молков большую часть заседания правительства он посвятил выполнению поручений на местах прозвучала и тема платных парковок напомню с нового года они переходят под юрисдикцию городских властей усилить бдительность на местах с этим тезисом обратился глава муниципалитетов павел молков открывая заседание правительства он призвал всех без исключения наращивать меры по обеспечению безопасности это было важно до недавнего подрыва поезда это важно и сейчас еще одна важная тема позиционирование региона на выставке россия каждому рязанцу и и неплохо было бы посетить многие катаются на нашем воздушном шаре я всем рекомендую выставку посетить и нам надо коллеги обязательно подумать как туда организовать экскурсии для школьников для студентов возможно даже выезды для коллективов предприятий разных учреждений одна из главных тем обращений рязанцев судьба платных городских парковок с нового года они переходят под юрисдикцию муниципальных властей уже определен оператор компания техобеспечения на главный вопрос от горожан будут ли сокращать платные площадки исполняющий обязанности мэра виталий артемов ответил утвердительно количество улиц которые были ранее определенные для платных парковок будет сокращено на сегодняшний день то что касается по право лыбинской пока находится в перечне улиц для организации платных парковок но мы перечень сформируем до декабря месяца уже окончательно исходя из интенсивности движения и количество социальных объектов находящихся на улице мы еще год назад по моему на правительстве говорили о том что это инструмент в первую очередь не зарабатывание денег естественно а это инструмент регулирования загрузки улиц у нас к сожалению везде есть возможность существенно развивать парковочное пространство там где возможности совсем ограничены для того чтобы не допускать перегрузки улиц соответственно вводится платная парковка мы именно по таким принципам дальше и будем действовать пенсионеры из косимова пожаловались на отсутствие в городе программы активное долголетие уже запущен сайт но информирование населения заявил губернатор вероятно оставляет желать лучшего мы разработали сайт у нас организована интерактивная карта где в разрезе каждого муниципального образования с телефонами с адресами с мероприятиями указано то или иное направление куда может записаться житель старшего возраста в городе косимов и косимовском районе более 50 мероприятий организовано они вот у нас указана интерактивной карте указаны телефон и адреса одна из самых актуальных на сегодня тем для рязанцев электронная запись к врачу жалобы растут в основном на новые федеральные правила по которым в очередь к узким специалистам можно попасть только после посещения терапевта к их расписанию тоже есть вопросы министр здравоохранения региона предложил упростить систему мы по сути откроем возможность пациентам запись узким специалистам при условии того что пациент находится в группе диспансерного наблюдения по данному профилю поэтому сейчас выбираем ряд пилотных направлений где у нас группа диспансерного наблюдения меньше и будем точечно подключать смотреть какая нагрузка на систему ложится что же касается роста жалоб рязанская область по словам александра пшеникова сегодня в пятерке регионов где для записи к врачу используют госуслуги каждый четвертый рязанец обращается к этой платформе и на каждом этапе можно оставить жалобу в том числе если что-то пациенту просто непонятно но это в региональном минздраве тоже будут исправлять с 1 января в россии на семь с половиной процентов вырастут пенсии неработающим пенсионерам закон об увеличении выплат депутаты госдумы сегодня приняли сразу во втором и третьем чтении в документе указано что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет повышен до 8 тысяч 135 рублей а также стоимость одного пенсионного коэффициента который используется при расчете размера страховой пенсии вырастет до 133 рублей по словам спикера госдумы вячеслава володина это решение затронет более 32 миллионов граждан оперативники угрозы держали курьера подозреваемого в пособничестве дистанционным мошенником те обманули двух пенсионерок в рязанской области деньги выманивали все по той же схеме ваш родственник попал в беду первой в полицию обратилась 76-летняя жительница из тумы со старой как мир истории дескать позвонил неизвестный представился полицейским сказал что родственница совершила дтп в котором пострадали люди а чтобы от уголовной ответственности ее освободить нужно 200 тысяч пенсионерка на предложение согласилась женщине сказали что приедет курьер за деньгами и вскоре пожилая женщина передала пакет за сбережениями мужчине который подъехал к дому пенсионерки после этого пожилая женщина связалась с родственницей и выяснила что с ней все в порядке оперативники уголовного розыска немедленно выехали на адрес опросили пострадавшую и зафиксировали приметы курьера и автомобиля на котором он передвигался не прошло и пара часов как с аналогичным заявлением в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка тоже кстати из тумы да и история похожа якобы родственник спровоцировал дтп есть пострадавший только требовал же полицейской уже 300 тысяч передать их просил также через курьера вскоре оперативники установили личность возможного курьера в двух преступлениях был замешан один и тот же человек это оказался 30-летний житель московской области его удалось быстро установить по приметам указанным потерпевшими и благодаря помощи местных жителей которые запомнили автомобиль на котором он перемещался и маршрут передвижения курьера сотрудники рязанской полиции выехали в московскую область разыскали и задержали злоумышленника оперативники выяснили что столичный житель устроился на такую работу через интернет притом колл-центр этот находился за границей по заданию кураторов он забирал у обманутых пенсионеров деньги и приводил их на банковский счет оставляя себе определенный процент по фактам мошенничества сотрудники следственного подразделения отдела мвд россии по клепейковскому району возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 уголовного кодекса российской федерации максимальный срок до 6 лет лишения свободы рязанской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство трех лиц из далекого 98 и убийцы и пострадавшие были приближенными бандитской группировки подробности далее 1998 год рязань тогда как принято считать трава была зеленее деревья выше а эхо бандитских разборок гремела на каждом углу вот так в мае в одной из офисных городских зданий вошел 22-летний парень при себе у него было не зарегистрировано оружием пистолет калибра 545 спокойно поднялся на третий этаж и нашел нужного ему человека и выстрелил дважды на обратном пути стрелку встретились еще двое на лестнице итог расправы один убит двое раненых после злоумышленник скрылся что называется в неизвестном направлении от оружия избавился рязань спешно покинул даже больше скажу не все потерпевшие были установку на тот момент потому что воля судьбы сложилась такая ситуация что эти все лица и нападавшие и пострадавшие имели определенное отношение к одной из преступных группировок действующих на тот момент в городе рязани поэтому соответственно люди не желали там особо обеседовать сотрудник правоохранительных органов на тот момент следователем прокуратуры советского района города рязани и сотрудниками милиции и через определенный промежуток времени предварительное следствие было приостановлено с единственным установленным в лица совершивший данное преступление история получила продолжение только в этом году когда сотрудники угроз заново провели оперативно-розыскные мероприятия из беседы с приближенным к бандитской группировке стали известны приметы убийцы и дальше все по стандартной схеме допросы экспертизы следственные эксперименты предполагаемого преступника задержали в московской области кстати тоже в мае ровно 25 лет спустя после преступления правда тот сразу выбрал линию защиты говорит что не нападал а наоборот оборонялся в этом офисном здании но в ходе следствия там большое количество было проведено допросов повторных допросов проверок показаний на месте с выходом вот в это помещение следственный эксперимент с применением видеосъемки фотофиксации привлечением исполить баллистов специалистов и судебных медиков и его показания проверялись и и судебными медиками и баллистами экспертами коцей в вода россии по резонской области и в конце концов было достойно подтверждено что он дает ложные показания в этой части следователи рассказали что причиной такого поступка стала отнюдь не борьба между группировками а банальная бытовая ссора теперь же подозреваемому инкриминируют статью покушения на убийство двух и более лиц максимальный срок до пожизненного однако с учетом требований уголовно-процессуального кодекса данную меру наказания могут заменить иной мерой на сцене рязанского театра драмы стартовал восьмой международный фестиваль спектаклей о любви свидания на театральной постановки привезли коллективы из городов россии и казахстана на первое свидание сходила и кристина бочкарева петропавловск саранск нижний тагил пенза иванова волок до москва на сцене рязанского театра драмы сегодня разворачиваются истории о вечном о любви из 146 заявок на участие в фестивале свидания на театральной отобрали лучших причем постановки на амурную тему совершенно разнообразных жанров любовь нас во-первых во всем во вторых это может быть любой же любовь и в жизни бывает и трагедии и мелодрамы и комедии да бывает просто лирический эпос поэтому естественно мультижанровая такая история абсолютно разноплановая и когда происходит отбор отборщики естественно ориентируются что а давайте все комедии выберем нет безусловно да это абсолютно разные истории и в этом прелесть и мне кажется именно за это рязанские зрители и любят этот фестиваль свое начало фестиваль берет еще с 2008 года тогда идею создать свидание на театральной предложила критик анна кузнецова воплотить в жизнь задумку правда удалось только в 2016 и с тех пор на ежегодный фестиваль приезжают самые талантливые театральные трупы из городов россии и рубежа по словам организаторов и гостей форума любовь способна объединить людей со всего мира и жить без этого чувства невозможно любовь потому что без любви вообще ничего невозможно если ты не любишь что то у тебя ничего не получится если тебя не любят ты вот и прозрачный то есть они видят так что это однозначно то есть я считаю что театр может развиваться фестиваль этот может развиваться и должен развиваться темы любви одна из главных в мировой драматургии она многолика и многогранна прочувствовать всю палитру эмоций которые вызывают чувство любви можно в постановках на сцене рязанского театра драмы фестиваль свидания на театральной продлится до 19 ноября заключительной пьесой станет 12 ночь от радушных хозяев праздника кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках в соцсетях всего доброго